Уже совсем скоро Солигорский Шахтёр открывает для себя Еврокубковую осень. Не главная команда нашего клуба, а юношеская. Уже в ближайшую среду наши ребята стартуют в юношеской лиге UEFA, которая является своеобразным аналогом Лиги Чемпионов. В этом сюжете мы расскажем все самое интересное в преддверии старта юношеской команды Шахтёр на Евроарене. Для начала немного предыстории, ведь путевку в юношескую лигу UEFA наши парни завоевали в бескомпромиссном золотом матче юношеского первенства. В серии послематчевых пенальти, иначе как триллером, которую не назовешь, юные горники вырвали у столичных динамовцев не только золото чемпионата, но и Еврокубковую путевку. Волей жеребия в соперники по первому раунду нам достался один из многочисленных израильских клубов с названием Макаби. Шахтёр встретится с Макаби из Хайфы. К слову, взрослая команда, 12-кратный чемпион страны, а также первый израильский клуб, который пробился в групповой этапы Лиги Чемпионов. Один из самых знаменитых игроков команды – Йоси Бинаюн. Также за Макаби из Хайфы несколько лет выступал белорусский футболист Андрей Островский. Правда, сейчас остались лишь воспоминания о былой славе команды из Хайфы. Посмотрим на будущее этого клуба, которое проэкзаменуют солигорские сверстники. Два месяца солигорские футболисты целенаправленно вели подготовку к Еврокубкам. Иван Давидович – один из лидеров юношеской команды «Шахтёр», как и капитан Артём Рапейко. Молодые парни, безусловно, ставят во главу угла общекомандные интересы, но и прекрасно понимают, что показать себя в международных матчах и попасть на карандаш к скаутам – это тоже мотивация. Мне кажется, лучшая команда интересна, потому что если будем проходить дальше, и там будут дальше скауты смотреть за нами. А если ты в этом матче, например, забьешь, но вы не пройдете, за тобой никто не будет смотреться. Если вы пройдете дальше, там два раунда, в стыковый матч, то больше будет интересов. Конечно, хочется всегда куда-то уехать, где-нибудь в другое место поиграть, попробовать. Конечно, хочется, чтобы кто-то заметил и пригласил. Участие в Лиге УЕФА – это последний старт для юношеской команды «Шахтёр» в таком составе. Все из этой команды привлекаются к играм за дубли и вырастают из юношеского возраста. Напоследок пошуметь в Европе – еще одна мотивация. Перед собой юные футболисты «Шахтёром» ставят вполне конкретные задачи. Большинство ребят, мы с ними в дубли играем, но как бы все равно хочется немножко пройти дальше, чтобы немножко узнали, как была Русь. Конечно, пройти первый раун, второй выйти дальше. Стыковые матчи. Ну, сначала надо там сыграть хорошо, не проиграть, ну, конечно, выиграть и дома сыграть отлично. Ну, вообще, первый матч в среду, там посмотрим. Пока у нас задача просто играть, стараться побеждать все. Вполне возможно, что одним из козырей наших израильских соперников первого матча станет климат. Ведь в это время в Хайфе температура может достигать 30 градусов. Но это закаленных горняков не пугает. Нам есть чем ответить израильскому зною. Ну, мы не раз уже играли, и у нас тоже летом бывает такая температура. Мы готовы играть, конечно. Ну, у нас погода летом тоже не холодная. Тоже и 30 было, и все. Ну, просто, что говорят, климат другой, может, поэтому. Ну, я думаю, все равно в равных условиях, может, им привычнее. Потом еще дома надо пускать. Тут попробовать в наши заморозки поиграть. Напомним, что ответный матч пройдет 19 октября на Солигорском стадионе «Строителем». А победитель нашей пары сыграет с лучшей командой из дуэта «Габала» в «Динамо-Москва». Итак, уже в среду, в 18.00 по белорусскому времени, на берегу Средиземного моря, на земле обитованной в городе Хайфа, юношеская команда Солигорского шахтера впервые в своей истории сыграет Еврокубковый матч, который, все мы уверены, завершится для наших парней удачно. Ну, постараемся, конечно, победить, порадоваться болельщиков наших, показать игру хорошую и положительные эмоции, чтобы были у наших болельщиков. Болельщикам ждать победы? Конечно. Всегда надо ждать победы. С кем бы не играли. Ваня, ну нас тренируем, что, боевое в коллективе? Конечно, побеждать. Только побеждать? Да.